Здравствуйте, уважаемые зрители канала Политека. Спасибо за то, что вы с нами, за то, что вы смотрите и поддерживаете. Не забывайте ставить ваши лайки, писать вопросы и комментарии нашим гостям. Сегодня наш гость в виртуальной студии Александр Коваленко. Александр, здравствуйте. Доброго дня. И уже пользуясь возможностью, я призываю наших зрителей также подписаться на ваш официальный телеграм-канал, для того, чтобы получать актуальную и важную информацию из, как говорят, первых уст. Александр, начнем с вами с такой информации. В этом случае Путин подписал указ о передаче Запорожской атомной электростанции под управление Российской Федерации. Документ дает правительству Российской Федерации срок до 2028 года на урегулирование всех вопросов работы АЭС. То есть фактически Путин сейчас своим указом пытается легализовать украденное имущество, я так понимаю? В некотором смысле да. Но это сложно назвать легализацией, в принципе, поскольку любые действия, которые проводит на сегодняшний день Российская Федерация на временно оккупированных территориях относительно той недвижимости, которая там размещена и так далее, инфраструктурных объектов, она не имеет на это абсолютно никакого законного права. Это исключительно действия, не имеющие какой-либо юридической силы. Я бы даже так сказал, это действия, которые имеют нулевую юридическую силу. Аналогично подписаны указы и распоряжения Владимиром Путиным относительно принятия в состав Российской Федерации, например, территории Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей. Но разве они имеют какую-то юридическую силу? Абсолютно нет. Они ни на чем не основаны. Скажу даже так, они перечат законодательству Украины, они перечат международному законодательству. И что самое парадоксальное, они перечат даже законодательству Российской Федерации. Поэтому эти все действия, это не более чем какая-то попытка, опять-таки, добавить веса этой так называемой специальной военной операции, провальной и терпящей тотальной фиаско, оправдать те потери, которые несет Российская армия в Украине, как человеческие, так и финансовые. Но эта попытка ровным счетом, опять-таки, не имеет какой-либо силы и будет с легкостью парирована вооруженными силами Украины, когда уже контрнаступление будет происходить в Запорожской области. Ну и уже одновременно мы получаем такую информацию, что во временно оккупированном Энергодаре, где находится Запорожская АЭС, работников станции заставляют получать российские паспорта и заключать трудовые договоры с Росатомом. Об этом сообщает Генштаб БСУ. И также мы имеем информацию, что глава МАГАТЭ подтвердил, что после визита в Украину планирует отправиться в Россию с целью переговора по организации зоны безопасности вокруг украинских АЭС. Но какова должна быть позиция и действие сейчас мирового сообщества для того, чтобы предотвратить последствия, которые могут быть? На мой взгляд, сейчас первое же действие, которое необходимо продемонстрировать международному сообществу, это серьезные санкционные ограничения Росатома. Масштабные санкционные ограничения до уровня, что данная компания, например, не имела бы права и возможности даже строить атомные объекты, принимать участие в проектировании, строительстве атомных объектов в других странах мира, например, в Турции. И не только в Турции. Прекращение каких-либо отношений, экономических отношений, бизнес-отношений с этой компанией, представителей международного сообщества, стран, входящих в состав Европейского Союза и не только. Рычагов, на самом деле, довольно много, за счет которых можно воздействовать на данную российскую монополию. Ну и, конечно же, это дополнительное санкционное ограничение за принятие подобного рода решения уже непосредственно также и по другим каким-либо отраслям атомной энергетики самой Российской Федерации, представителям данной отрасли в Российской Федерации. То есть это не должно произойти абсолютно безнаказанно, должны быть свои последствия. Вот, кстати, к вашим словам советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже в своем твиттере, он написал такие слова, что на действия России нужны немедленные реакции. Это санкции в отношении Росатома, остановка строительства всех атомных объектов с ролью России и отказы от каких-либо партнерств с Россией в атомной промышленности. Тут вопрос в другом. Насколько другие страны, они готовы к таким действиям, к решительным действиям, поскольку мы видим вопрос от начала войны с закрытием неба, остается под вопросом. Поставки вооружения также под вопросом. Исключение России из Совбеза, ООН. Ну то есть много есть моментов, на которых мы можем опираться и видеть эту позицию. В принципе, по каждому пункту, который вы сейчас озвучили, есть что сказать. Например, если мы говорим о закрытии воздушного пространства над Украиной, то в целом я никогда не был сторонником этой идеи, поскольку я просто понимал, что технически это крайне проблематично осуществить. Это очень большая проблема. К тому же, закрытие воздушного пространства над Украиной силами НАТО – это задействование пятой статьи о коллективной безопасности по факту и уничтожение какого-либо объекта Российской Федерации в воздушном пространстве Украины средствами поражения НАТО – это именно участие НАТО в войне, прямое, чего пытается избежать на сегодняшний день Североатлантический Альянс. Аналогично и по остальным тоже пунктам есть определенные свои подводные камни в исключении России из Совбеза ООН. Это, например, то, что Россия, например, должна объявить в какой-либо стране о войну, как минимум, чтобы рассматривался этот вопрос. И в целом, если мы говорим на сегодняшний день о Росатоме, то это мне несколько напоминает ситуацию с российскими энергоносителями, экспортом нефти и газа. Мы видим, как довольно проблематично, но весьма успешно, тоже эта идея об отказе от российских энергоносителей продвигалась в Европе. Несмотря на серьезнейшее энергетическое лобби в европейских странах, именно российское лобби, которое защищало всяческие поставки нефти и газа из России, буквально в грудь закрывался Северный поток-1 и Северный поток-2, тем не менее результат мы видим. Европа стала планомерно, постепенно, шаг за шагом, но достаточно болезненно для самой же России отказываться от ее экспорта энергоносителей. Аналогичная ситуация может быть и с ядерной энергетикой в России, тем же самым Росатомом. Ведь Росатом – это не только, например, прибыль в российский бюджет за счет участия в тех или иных проектах по всему миру, в том числе и в Европе. Это еще и ряд других позиций, которые будут очень болезненны России, если против них будут введены санкции. Например, Россия сейчас озабочена проблематикой Северного морского пути, для которого необходимо строительство большого количества атомных ледоколов. И эти атомные ледоколы, их строительство без технологий западных невозможно. Применяется оборудование иностранного производства, многие позиции при строительстве закрываются за счет поставок из-за границы, а в первую очередь эти поставки до сих пор осуществляются, потому что они гражданского назначения, данное оборудование. Оно не имеет даже, некоторые позиции не имеют даже двойного назначения. Но если будут введены санкции, действительно против Росатома, и не только, то по сути можно сказать о том, что хваленый российский Северный морской путь, ну он накрывается медным тазом, назовем это так. Попросту не смогут строить ледоколы. Ледоколы это на сегодняшний день один из тех типов кораблей, большого водоизмещения, например, более 10 тысяч тонн, которые российский флот еще может, которые российское морское судостроение еще может осилить. Например, военные корабли водоизмещением больше 10 тысяч тонн, они не могут строить. Технически и технологически они деградировали настолько, что их верфи это не вытягивает. А в гражданском кораблестроении вот атомные ледоколы еще да. Но с санкциями это уже будет нет. И вот к этому нужно идти уже, подталкивать в отношении Росатома также настолько введение жестких ограничений. Кстати, поскольку вы вспомнили о Северном пути, Россия в лице вице-премьера Александра Новака окончательно, как говорят, обнаглела. Александр потребовал от Запада снять санкции Северного потока-2, мотивируя это тем, что Россия может начать поставлять газ в Европу по неповрежденной второй нитке. Я, кстати, хочу напомнить, что сертификацию Северный поток-2 так и не прошел. И здесь усматривается, я так понимаю, многоходовочка. Не по подтвержденной информации Россия взрывает Северный поток и теперь требует для того, чтобы сняли санкции и все-таки поставлять газ в Европу. Дело в том, что те объемы газа, которые нужны на сегодняшний день в Европе, чтобы пройти зимний период, отопительный период, достаточно накоплены. Резервы в подземных хранилищах газа. Почти 90% сейчас там находятся, они на 90% заполнены. Это намного больше, чем было в 2021 году, когда начался, по сути, энергетический шантаж со стороны Российской Федерации. Пройти этот зимний период будет для Европы действительно, несмотря на такие запасы, но в определенном смысле проблематично. Европа сейчас начинает жить в совершенно новых условиях, экономических, рыночных и так далее, энергетических, я бы даже так сказал. Совершенно иные энергетические условия, которым следует приспособиться и переждать этого периода, наиболее кризисного. Поскольку это первый период в истории Европы, когда настолько урезано, уменьшено количество энергоносителей из России. Если же мы говорим о 2023 году перспективе, то поставки газа от других поставщиков значительно увеличатся. И зависимость от российского газа уменьшится еще больше. Вот и возникает, соответственно, вопрос, а какой смысл вообще в запуске этой какой-то не сертифицированной, де-факто дефективной нитки дополнительной, если Европа так или иначе переживает этот зимний период без этих поставок, и так или иначе с 2023 года начинается новая уже веха, эпоха энергетической независимости ЕС. Это не более чем со стороны нового к словоблудию. Попытка привлечь внимание к каким-то энергетическим проблемам в Европе, в то время как самая большая, самая серьезная энергетическая проблема как раз у России. Огромное количество, десятки миллиардов кубометров ее газа и миллионы баррелей нефти на сегодняшний день не востребованы. И Россия не знает, что с этим делать. Не поступают соответствующие средства в бюджет, а практически более чем 30% российского бюджета держится именно на доходах от энергетического сектора, и к тому же появляются излишки. Если газ, например, можно сжигать, что, конечно же, не рационально, но другого выхода у России попросту нет, то с нефтью проблема еще более остро обстоит. Ее необходимо где-то размещать. А размещать возможности размещения ограничены. Следовательно, необходимо закрывать месторождения. А, например, в Сибири более чем 70% месторождений, это месторождение, добыча которых начиналась еще в середине прошлого века Советским Союзом. И используются именно эти технологии. Большинство месторождений, они выработаны. Их приостановка, консервация, по сути, это смертный приговор. Их невозможно будет после этого восстановить и начать опять добычу. Поскольку это месторождение сразу же начнет деградировать. Приток примесей и так далее не дает возможности больше на нем добывать нефть. И эта патовая ситуация в перспективе в будущем может лишить Россию без львиной доли месторождений, которые бы она еще могла несколько лет развивать, которые бы она могла из которых еще добывать нефть. То есть одно за другим тянет за собой. И поэтому подобного рода энергетические манипуляции новака, они вполне предсказуемы. Им нужно как-то решать эту проблематику. Они будут нагнетать сейчас какую-то зимнюю энергетическую истерию. Я не исключаю, что Россия даже развернет в декабре 2022-го, начале 2023-го масштабную информационно-психологическую спецоперацию именно под отопительный сезон в Европе. Чтобы нагнетать именно эти настроения о холодной зиме и высоких ценах на энергоносители, а с Россией было все намного дешевле и надежнее, например. Поэтому это все еще ждет наше информационное пространство. Ну и уже не столько даже наше. Мы уже к этому морально-психологически готовы. А вот европейцы пока еще нет. В Европе может произойти много чего неприятного даже на социальном уровне на фоне этой информационной операции. Я помню, как господин Подоляк писал в своем твиттере также нарративы Кремля. И один из них это о том, что Европа замерзнет. Александр, на фоне войны, на фоне тех всех факторов, которые вы перечислили, кратко ваше видение будущего транзита газа через Украину. На сегодняшний день именно газотранспортная сеть Украины – это единственный, самый мощный транзитный ресурс, который позволяет осуществлять перекачку газа с территории Российской Федерации транзитную в Европу. За посредством северного потока обеспечить как-либо эти поставки уже невозможно будет. Ни первого, ни второго. Посредством турецкого потока аналогично. Россия на сегодняшний день катастрофически ограничена в возможностях поставок газа в Европу. И она не только ограничена, она в первую очередь зависима теперь уже тотально от Украины, от нашей ГТС. На протяжении десятилетий Россия, и особенно при Путине, при путинской власти, пыталась избавиться от зависимости от украинской ГТС. И сейчас она находится в ситуации, когда она эту зависимость увеличила в разы. По сути, можно говорить о том, что в каком-то обозримом будущем, когда Российская Федерация объявит капитуляцию, когда она будет готова, например, к выплате репарации Украине, когда сменится власть, когда произойдут какие-либо процессы, которые в результате приведут эту страну к чему-то, что можно назвать, ну скажем так, не демократическим обществом, не гражданским обществом, не либеральным обществом, да, не либеральной системой, а не до, не до демократии, не до либерального строя, не до гражданского общества, потому что полноценного ничего этого в России быть не может никогда. И когда произойдет этот процесс, такого перехода, то в перспективе опять, я более чем уверен, в Европе начнут все громче звучать призывы к тому, что, ну боже ж, Россия исправляется, выплачивает репарации, объявила капитуляцию, меняет режим, еще какие-то действия, давайте начнем опять покупать российский газ. Я не исключаю, что все-таки голоса вот подобного рода каких-то сил политических, они будут услышаны в Европе и будет где-то опять восстановлено потребление газа, закупки газа из России транзитом через Украину в Европу. То есть ГТС Украины так или иначе даже в перспективе понадобится. И это, конечно же, не какая-то перспектива там ближайших нескольких лет. Возможно, это даже перспектива возобновления этих поставок, но это где-то лет пять, не исключено. Но, может быть, даже немного быстрее. Но, тем не менее, такое будет происходить. Еще одну тему хотел с вами обсудить. Путин после откровенных провалов своих войск на Украинском фронте принялся усердно искать виновных. Так недавно он бросил обвинение в адрес правительства и руководства армии в ненадлежащем составлении указа о частичной мобилизации. Таким образом, Путин пытается оправдаться за то, что после объявления им частичной мобилизации в России стали ловить и отправлять на войну принудительно, причем без подготовки и включая студентов и в различном состоянии здоровья, как мы это видели. Но есть при этом версия, что в Москве сейчас происходит конфликт башень и планируется отправить в отставку и главу Минобороны Сергея Шойгу, а также некоторых крупных военачальников, руководивших вторжением в Украину. Насколько это вероятно? Вполне вероятно, потому что виновный нужен очень сильно сейчас, главный виновный. Не офицеры какого-то нижнего, среднего и даже высшего звена. Мы уже видели, как по российским военным округам произошла волна смены генералитета. Чистки, чистки они начались сразу же, как стало очевидным. Все идет не по плану. Вообще абсолютно не по плану. И чистки продолжаются уже восьмой месяц. Тем не менее, должен быть кто-то, кто целиком и полностью на себя возьмет ответственность. Точнее, на кого будет возложена эта ответственность за провал российского вторжения в Украину. Мы все прекрасно понимаем, что это Путин. Мы все прекрасно понимаем, что Путин, отдавший приказ о вторжении в Украину в феврале 2022 года, полностью за это ответственный. И аналогично он ответственен за то, что началось еще в 2014 году гибридное вторжение в Украину. Но никто не будет тыкать пальцем в Путин. Следующий, кто может быть после него, конечно же, министр обороны Сергей Шойгу. Не Герасимов же в самом деле. Генштаб никого не интересует. У всех Шойгу на устах. И это было очевидно. Это было очевидно, что именно Шойгу будет объявлен главным виновным во всех этих фиаско. И в ближайшее время мы увидим, например, как информационные ресурсы и говорящие головы, имеющие патронат ФСБ, Лубянки, а также не исключаю даже, что службы внешней разведки Российской Федерации активизируют свою деятельность, чтобы в информационном пространстве просто коллапсировать тему виновности Сергея Шойгу. И я также не исключаю, что даже в 2023 году против Шойгу могут начать некий судебный процесс, в рамках которого будет доказано, что да, действительно, в провале так называемой специальной военной операции в Украине был виноват именно Сергей Шойгу. Потому что он занимался все эти годы коррупцией, дерибаном, распилом и так далее, и так далее. Да и вообще не обладает даже какими-то базовыми навыками военачальника, что в принципе является правдой. Он абсолютно не военачальник полноценный. И в данном контексте интересен другой момент. Шойгу, это, конечно же, Министерство обороны Российской Федерации. Лубянка топит. ФСБ действительно, ресурсы ФСБ сейчас особо топят Сергея Шойгу. Мы прекрасно понимаем, с чем это связано. Это в определенном смысле война, внутренняя война силовых структур, но Министерство обороны, оно так просто не может сдаться. Сергей Шойгу прекрасно понимает, чем для него это все может завершиться. Поэтому я даже не исключаю того варианта, что так или иначе Сергей Шойгу начнет, скажем так, сопротивляться. И сопротивляться он сможет только при одном условии. Если начнет непосредственно направлять все те ресурсы, которые у него есть, опять-таки информационные, конечно же, против самого Путина. Поэтому не исключаю, что самая лучшая защита будет выбрана Министерством обороны РФ именно нападение. И мы можем увидеть более серьезную конфронтацию с более серьезными последствиями в ближайшее время. Кстати, к слову, Путин дал погоны генерал-полковника Кадырову после его публичного наезда на руководство российской армии. Ну и это стало таким четким свидетельством, что между Кремлем и генералитетом Российской Федерации растет и ширится конфликт. Как на это будут реагировать в армии? Не будет ли такого, что генералы скажут, а раз так, то пусть Кадыровы воюют? А тут очень интересный момент на самом деле. Армия в России сейчас тоже немного, скажем так, возьмем так, Фрункенскую набережную, Министерство обороны, Генштаб. Есть такое разделение. Есть определенный пул, который с собой привел Сергей Шойгу в министерство. Это его соратники. А есть так называемый пул генералов голубых кровей. Те, которые действительно офицеры, и они являются потомственными офицерами. Это целая родовая линия. То есть дед был генералом, отец был генералом. Вот сын теперь генерал. И его дети будут генералами в перспективе. Это, скажем так, пул голубой крови. В условном. И когда Сергей Шойгу уже нарисовался в Министерстве обороны, к нему было крайне предвзятое отношение. Ведь в открытых источниках вот это прозвище Шойгу Оленевод, оно появилось неспроста. Источником слива непосредственно в социальной сети, информационной площадке и так далее данного прозвища были именно представители голубых кровей, так называемых. Поэтому по одному только этому прозвищу Оленевод можно говорить о том, какое отношение к Шойгу у всех этих людей. Поэтому в самой этой силовой структуре армейской имеется четкое разделение. Это пул Сергея Шойгу и пул, который не воспринимает адекватно, серьезно Сергею Шойгу. И просто вынуждены подчиняться его приказам, потому что он министр обороны. Но уважения никакого нет абсолютно. И тут появляется Рамзан Кадыр. К Рамзану Кадыру в целом в Министерстве обороны предельно негативное отношение, что у первой части МО, что у второй части МО. То есть у того пула и у того пула. Что у Голубой Крови, что у соратников Шойгу одинаково презрительное отношение к Рамзану Кадырову. И тут я могу сказать, что вместо того, чтобы сыграть на внутренней конфронтации в Министерстве обороны, Лубянка допустила, на самом деле, серьезнейшую ошибку. Генерала-полковника погоны у Рамзана Кадырова, это может быть именно тот объединяющий, скрепляющий элемент этих двух совершенно разрозненных лагерей на Фронзенской набережной, который их объединит против вот этого общего, скажем так, негативного элемента. И данный шаг, ну понятное дело, что Рамзан Кадыров это говорящая голова Путина, причем находящаяся не на коротком поводке, а который держат за ошейник. И похвалить его за очередную вот эту тираду, ну надо было каким-то образом, ну как же ж еще не очередным званием. Но именно этой похвалой возможно даже лагерь Лубянки в некотором смысле и Путина считаем, они себе лишь ухудшили свое собственное тактическое положение в этой конфронтации силовых структур. Александр, 5 октября Путин провел онлайн-встречу с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года», во время которой отметился немного странным поведением. Во время беседы с учителем истории диктатор живо интересовался у собеседника, почему Пугачевский бунт вообще стал возможен. И он спрашивает, не из-за того ли, что центральная власть была ослаблена. То есть Путин сейчас интересуется, ну его заботит то, по какой причине происходит дворцовый переворот, ну скажем так, что он чувствует то, что может произойти и близко у него в стране. Правильно понимаю? Он действительно очень, скажем так, напуганный человек с обостренной паранойей, это факт, напомню хотя бы период коронавируса, пандемии и локдауна в самой России. Владимир Путин запрятался в своем бункере в Ново-Огарево и не появлялся практически год. Лишь в редких случаях на каких-то мероприятиях, которые были заранее инсценированы для его участия, с соответствующими актерами, массовкой и так далее. Вот демонстрация уровня смелости этого человека. Он запуган, он действительно боится того, что его могут сместить, ведь не зря он беседует, например, с Герасимовым и Шойгу, и не только, на таком длинном столом. По сути, расстояние даже для боязни заразиться коронавирусом более чем предостаточно, даже гипертрофировано, чем достаточно. Это демонстрация того, насколько он боится своего окружения. Он не знает, откуда ожидать удара. Это, я бы даже сказал, своего рода психологический комплекс такого себе Юрия Цезаря. Он не знает, кто именно из его окружения будет тем брутом, который нанесет ножевой удар между лопатой, как говорится, удар в спину, этот самый роковой. Поэтому да, это можно расценивать именно с такой позиции. Он опасается внутреннего конфликта, он опасается переворот от борцового. Александр, и последний к вам вопрос. Российский музыкант Борис Гребенчуков в своем телеграм-канале опубликовал такой пост. Есть опасения, что завтра, послезавтра власти могут объявить войну со всем миром и полностью перекрыть выезд из России. Этот пост он написал 5 октября, но спустя примерно 3 часа после размещения этого поста он его удалил. По вашему мнению, почему такая позиция, такая информация была? Ну и насколько вероятно то, что будет объявлена война? Потому что многие эксперты сейчас говорят, мы живем в такое время, что войны они не объявляются. И мы видим, как это сейчас происходит уже с Россией и Украиной. Война со всем миром, она уже давно идет у Российской Федерации. Российская Федерация давно себя противопоставляет всему цивилизованному миру, это факт. В принципе, это мог написать не только Гребенчуков, кто угодно. Удалять даже не нужно, ведь это опасения, это мысли. Зачем нужно было удалять? Я аналогично могу сказать. Да, есть опасения, что они могут объявить. И что дальше? У них с информационных площадок регулярно эти угрозы несутся в каждой стране мира. Дмитрий Рогутин угрожает утопить Великобританию ракетой «Сармат», которая, кстати, до сих пор еще не завершила испытания и вряд ли их завершит. Другие политики угрожают Соединенным Штатам, Европе, многим другим странам. В этом и есть этот элемент их введения войны против всего цивилизованного мира. Они постоянно, так говорят, с концертных площадок тех мероприятий, которые проводят на Красной площади, пропагандистские, масштабные. И это просто уже сейчас коллапс, коллапс их общества. Это является неотемлемой частью риторики каждого политического деятеля. Это констатация факта на самом деле. Даже не опасение, это констатация факта. А поэтому, да, я это воспринимаю таким, какой он есть. И международная помощь Украине в войне против Российской Федерации, яркий пример того, сколько стран поддерживают Украину, а сколько стран поддерживают Российскую Федерацию. Иран? Ну, Иран продал России беспилотники, камикадзе. И что дальше? А псевдореферендумы не готов признавать. Придерживается позиции единства границ, территориальных границ Украины. Опять-таки, ну, странная позиция такого союзника. Но, тем не менее, она демонстрирует многие аспекты вообще того, что Россия так или иначе является страной-изгоем, с которой даже по многим позициям не солидарны другие страны-изгои, такие как Иран. И кратко к вашему ответу, а Китай и Индия? Китай и Индия – это страны, которые на сегодняшний день заинтересованы в России как в ресурсном придатке. Вот когда они все ресурсы из России получат, тогда они могут изменить кардинальнейшим образом свою риторику. Я напомню, что, например, Китай – это страна, одна из немногих стран, которая первой закупила у России зенитно-ракетный комплекс С-400 и истребители Су-35. Небольшими партиями, но закупили. Для чего? Для того, чтобы их изучить и использовать эти технологии в дальнейшем для репликации в своем военно-промышленном комплексе. А больше они эти партии не закупали, не увеличивали. Но увеличили производство своих собственных истребителей, которые получили такие же двигатели, например, очень схожие двигатели, как у Су-35. Это касается многих других позиций. Китаю выгодно вывозить огромными площадями лес из Российской Сибири, оккупировать постепенно Дальний Восток, увеличивая там популяцию своих граждан, которые уже исчисляются миллионами. У каждого свои интересы, но это не означает, что это поддержка целиком и полностью такая дружеская и бескорыстная. Нет, как раз наоборот. У каждого своя корость. Александр, спасибо большое вам за участие в нашей программе. Мы желаем вам, как и всем нашим зрителям, берегите себя, ваших родных и близких. И, конечно же, до следующей встречи в наших эфирах. Ну, а зрителям напомню, что обязательно подпишитесь на телеграм-канал Александра Коваленко. И также не забывайте поставить колокольчик на нашем канале и поставить лайк, написать вопрос, либо же комментарий под этим видео. Спасибо большое. До следующей встречи.